Всесезонный гель пилинг из серии Whitening, то есть изобеливающей линии. Такой вот непрозрачный флакончик, 50 миллилитров, надолго его хватает, имеет немножечко маслянистую такую текстуру, гелевую, то есть это коллоидная система, не спиртовой пилинг, спирт он не содержит. Содержит в составе кислоты, которые разрешены в применении всесезонно. Естественно, когда мы применяем хоть какое-то отшелушивающее средство в период активной инсоляции, то мы должны защищать кожу достаточным уровнем солнцезащитных фильтров, солнцезащитного фактора. Но миндальная молочная фируловая кислота это считается кислотой не фототоксичной, не вызывающей фотосенсибилизацию, то есть повышение чувствительности кожи к ультрафиолету. Миндальная кислота содержится здесь в составе в количестве 12 процентов, молочная кислота 11,2 процента, фируловая кислота в 7 процентной концентрации и помимо кислот здесь еще есть уходовые активы, это антиоксидант зеленый чай и дмай-диметиламиноэтанол, который дает легкий эффект лифтинга. Миндальная кислота имеет самую крупную молекулу из всех используемых в аналогичных средствах кислот, она проникает не очень глубоко, при этом она обладает достаточно выраженным антимикробным действием, противоспалительным, комедонолитическим, себорегулирующим, отшлушивающим, легким отбеливающим свойством и таким образом она не действует агрессивно, поэтому как раз миндальная кислота считается летней кислотой, которую можно применять все сезоны. Кислота молочная, она больше работает с увлажненностью кожи, то есть с повышением ее гидрорезерва, стимулирует выработку правильных церамидов в эпидермисе, то есть восстанавливает барьерную функцию. Фируловая кислота это один из самых мощных антиоксидантов, которые вообще применяются в косметике и она помимо антиоксидантных свойств, то есть предупреждения фотостарения, она обладает еще конечно же и противоспалительными и антимикробными свойствами и косвенно повышает, стимулирует синтез коллагена эластина в дерме и таким образом при применении курсом таких пилингов может повышаться упругость кожи. Соответственно способ применения этого пилинга будет отличаться в зависимости от типа кожи, от ее состояния, от чувствительности кожи и от цели, которые мы преследуем, то есть мы можем использовать его курсом, мы можем различную дозу этого пилинга использовать в процессе процедуры, как правило дозировка, то есть количество слоев, которым будем наносить, возрастает от процедуры к процедуре, точно также время увеличивается от 5 до 15 минут, 15 это максимум экспозиции тоже от процедуры к процедуре и оптимально, ну минимальный курс это где-то 4-6 процедур, оптимально конечно делать 5 или 8 процедур раз в неделю. Также этот пилинг может использоваться в минимальной экспозиции и в один слой, как флэш пилинг, то есть это быстрый такой пилинг на выход, который не дает выраженного какого-то шелушения или раздражения, покраснения, а придает моментально такую гладкость, натянутость кожи, что как раз хорошо перед каким-то мероприятием использовать. Естественно, есть у пилинга свои противопоказания, то есть его конечно же нельзя наносить в период обострения каких-то кожных заболеваний, дерматозов, акне, розация и так далее, герпетической инфекции, нельзя наносить его на поврежденную кожу, нельзя использовать его в период применения пероральных ретиноидов, то есть когда системные ретиноиды применяются, например, для лечения акне, нельзя применять его сочетать вместе с какими-то другими агрессивными средствами в регулярном уходе, например, содержащие топические ретиноиды или сильные кислоты. С осторожностью это делать иногда можно, конечно, сочетать, но уже под контролем специалиста, профессионала, косметолога. Лучше, конечно, агрессивные средства на коже не сочетать друг с другом, а во избежание излишней травматизации и нарушения нашего защитного гидролюпидного барьера, целостности рогового слоя эпидермиса. Кроме того, можно сочетать, естественно, этот пилинг, но не с первого раза, конечно, с какими-то средствами, которые будут усиливать его такой комедонолитический, в первую очередь, эффект. Например, энзимную маску используют как предуход перед нанесением этого пилинга, но это можно делать только в том случае, если энзимную маску вы уже многократно использовали, у вас кожа на нее хорошо реагирует и она для вас совершенно не агрессивным средством является, тогда можно наносить перед нанесением этого пилинга как раз энзимную пектиновую маску, например, на 10 минут, потом ее смыть и потом уже наносить пилинг. Если мы используем тоник, то опять-таки тоже подбираем по чувствительности кожи, можно использовать перед пилингом тоник с гидролизатом коллагена алоэ вера, можно чуть усиливая действие самого пилинга использовать тоник с ахакислотами в процессе процедуры, но опять-таки надо смотреть по состоянию, по уровню реактивности кожи, по чувствительности и очень хорошо следить за реакцией кожи во время как раз экспозиции пилинга. Если мы наносим его в нескольких слоев, то каждый слой между ними будет время 5 минут и каждый слой мы впитываем, массажем, естественно, можем надеть перчатки на руки при этом, до, так сказать, полного впитывания. И когда предыдущий слой впитался, тогда мы можем нанести следующий слой. Максимальное количество слоев это 3, но это когда уже кожа привыкла, то есть на четвертую, на пятую процедуру вы можете сделать уже в 3 слоя, или если кожа очень грубая, жирная, толстая, плотная. Вот такие вот нюансы. Рекомендую обязательно перед применением этого пилинга ознакомиться с инструкцией по применению, с протоколами, которые в зависимости от ситуации, от типа кожи, от решения какой-то проблемы, применяются. И внимательно ознакомившись с этими материалами, тогда только пробовать уже на себе этот препарат.